Из всех ягодных культур малина самая прожорливая. Она любит плодородную почву и регулярные подкормки. Высокое потребление питательных веществ у малины происходит из-за того, что это двухгодичная культура. За сезон малина должна дать урожай на прошлогодних побегах, которые отмирают на будущий год, и вырастить новые побеги, которые дадут урожай в следующем году. Питание малины должно соответствовать циклу развития растения. Больше всего малина нуждается в подкормках весной и в начале лета, когда у нее распускаются листья, идет цветение, завязываются ягоды и одновременно растут новые побеги. В этот период малина в равной степени потребляет три главных элемента – азот, фосфор и калий. Во второй половине лета при подкормке малины азот исключают, вносят только фосфор и калий, чтобы вызрели новые побеги, сформировались на них цветочные почки. Если продолжать кормить малину азотом, то рост побегов продолжится, они будут высокие, толстые, зеленые, но их древесина не вызреет, морозостойкость снизится, из-за чего они могут вымерзнуть в холодную зиму. Когда малине не хватает какого-либо элемента, это отражается на внешнем облике растения. Если малине не хватает азота, побеги плохо растут, листья образуются мелкие, желтого оттенка. При нехватке фосфора побеги растут тонкие, слабые, с маленькими листьями. Когда малине не достает калия, у нее листья приобретают бурый оттенок по краям. Дефицит железа на малине сказывается пожелтением листьев, но при этом прожилки у них остаются зеленые. При недостатке калия у малины желтеют листья от центра к краю. Следите за внешностью малины. Своевременные подкормки необходимыми элементами питания повысят ее урожай. Малину весной удобряют каждый год. Можно использовать органические и минеральные удобрения. Ранней весной, когда почва будет готова и почки начнут набухать, для малины вносят удобрения, содержащие азот. В качестве азотного удобрения можно использовать аммиачную селитру. Из органики рассыпают по поверхности вокруг кустов перегнивший навоз или компост. Удобрение весной рекомендуется заделывать в почву рыхлением, чтобы азот входил вглубь к корням, а не испарялся. Азот весной даст толчок для роста зелени. Второй раз малину подкармливают летом, в июне, сразу после цветения. Необходимо внести удобрения, способствующие формированию ягод, и в то же время часть питания идет на рост новых побегов. Хорошо действуют органические подкормки из настоя птичьего помета или коровика, так как они имеют высокую концентрацию питательных веществ для растения. Птичий помет или свежий навоз заливают водой и настаивают в течение 50 дней, перемешивая время от времени. Еще раз летом малину можно подкормить в период налива ягод, чтобы они были крупные и сладкие. В это время лучше использовать комплексные удобрения для ягодников в сухом виде или комплексное жидкое удобрение «Идеал», которое можно развести по инструкции сразу после приготовления полить кусты малины. Осенью малину подкармливают с целью укрепления выросших за сезон побегов и формирование у них максимального количества цветочных почек. Осенняя подкормка малины проводится ежегодно в конце августа или в сентябре. В это время используют фосфорно-калийные удобрения. Рекомендуется использовать сухое удобрение в гранулах. Его рассыпают по периметру корневой системы и заделывают в почву с рыхлением. Тогда питательные вещества будут поступать к растению постепенно и продолжительное время. Следует помнить, что минеральные удобрения, в состав которых входит хлор, например, хлористый калий, для малины использовать нельзя. Растение не выносит это вещество и заболевает хлорозом, желтеют листья. Древесная зола является прекрасным фосфорно-калийным удобрением. Для подкормки потребуется 100-150 г золы на 1 квадратный метр. Малина хорошо реагирует на внекорневые подкормки. При первых признаках нехватки какого-либо элемента опрыскивайте малину по листьям слабым раствором удобрений, чтобы быстро восстановить баланс питательных элементов для растения. Помимо основных элементов малине требуется магний, но его усвоение может быть снижено из-за внесения калийных удобрений, так как эти два вещества являются конкурентами. При первых признаках магниевого голодания малины, когда пожелтела центральная часть листьев, внесите в почву сульфат магния или калиймагнезию. Применение магниевого удобрения увеличивает урожай малины до 20-30%. При выращивании ремонтантной малины норму удобрений весной и летом увеличивают в два раза, так как растению требуется больше питания, чтобы успеть за сезон вырастить побеги и дать на них урожай. Осенью подкормку ремонтантной малины отменяют, если вырезаются все побеги. Надеемся, что информация была для вас очень полезной. Спасибо за внимание! Продолжение следует...